Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал план развития нефтегазохимического комплекса страны до 2025 года. На Ямале не планируется развитие этого кластера экономики, но нефтегазохимия невозможна без нефти и газа. О том, какие возможности видят в этом власть, бизнес и эксперты, расскажет Ирина Бугрин. Подписав план развития нефтегазохимической отрасли, Дмитрий Медведев, как считают экономисты, заложил базу для развития сразу нескольких секторов экономики. По мнению экспертов, это решение поможет диверсифицировать структуру экономики, сократить зависимость от экспорта углеводородов и создать целый новый кластер производства полимеров. В итоге мы рассчитываем удвоить объемы производства крупноатоннажных полимеров, из которых делаются различные трубы, пленки, листы и самые разные изделия, которые используются для бытовых нужд. Перейти от импорта этих полимеров, а мы, к сожалению, их импортируем, и усилить процессы импортозамещения на внутреннем рынке. А еще это возможность привлечь крупные инвестиции в конкретные проекты. И здесь речь не только и даже не столько о добыче. Скорее о транспортировке добытого. Одним из важных сдерживающих факторов развития, в том числе и Ямала, эксперты называют слабую инфраструктуру в регионе. Выход один – реализовать масштабные проекты. Базовый – северный широтный ход. Но есть и другие. Именно этот пул проектов Дмитрий Артюхов обсуждал в начале недели с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Ямал, по словам главы региона, готов к их реализации. В некоторых вопросах-то особо ничего и не просим, как говорится, но чтобы дать актуальный статус. Северный широкий ход, угожданная наша дорога, как известно, в августе процессия была утверждена. С нашей стороны, та зона ответственности, которая была у нас, софинансирование моста, обскова, необходимая софинансирование предусмотрено. Ждет строчка уже в нашем окружном бюджете. По мнению главы профильного федерального ведомства, понимание есть. Надо только окончательно договориться о цифрах и дефинициях. Мы как раз по объемам по грузовой базе должны совместно всеми сторонами отыскать единые цифры. И будем его в дальнейшем, исходя из этих единых цифр, рассматривать. Более того, эксперты предлагают рассматривать сам Северный широкий ход как часть целого пула инфраструктурных проектов, которые необходимо реализовать в рамках большего. Национальные проекты предусмотрены развитие Северного морского пути, но нет дальнейших проектов продвижения вглубь. То есть нужно развивать и транспортную инфраструктуру, порты, нужно строить суда соответствующего класса. И в этом плане именно проекты Ямал-Нейского круга, которые предложены, которые обсуждаются уже на самом верху, они крайне важны. И не просто важны, продолжает эксперт, они имеют ощутимый мультипликативный эффект. Вокруг таких проектов будет создаваться целая экосистема предприятий малого и среднего бизнеса. Вот губернатор на встрече с Евгением Дитрихом говорит, у руководства региона есть полное представление о том, что реализовать такое масштабное строительство без привлечения рабочих со стороны не удастся. Но бизнес, обслуживающий это строительство, будет преимущественно ямальский. Есть понимание, где будет находиться вахтовый городок, где будет находиться необходимая инфраструктура для обеспечения самого сложного объекта, это мостовой переход. Очень надеемся, что у коллег, которые в шайбовом много, на стороне профессионера считают, что активнее они подключатся в эту работу, и мы начнем ставить более готово. У нас все для этого есть. Что же касается самой рабочей силы, то и здесь, вероятно, ставка будет делаться на собственные трудовые ресурсы. Добыча неуклонно смещается на север, в Заполярье, а значит, в южных территориях автономного округа освобождается много высококвалифицированных кадров. По мнению Дмитрия Артюхова, в вопросах вахтового освоения акцент будут делать на развитие внутренней трудовой миграции. И даже если не получится в полной мере покрыть все потребности столь масштабной стройки, автономный округ окажется в большом плюсе. Даже в случае, если мы не сможем, ну или не в полной мере привлечем свой бизнес в реализацию этих проектов, то отложенный бюджетный эффект, который мы получим со временем, он, конечно, тоже будет значительный и поддержит нашу социальную инфраструктуру, наши социально значимые проекты. Но и в этом контексте отдельно стоит сказать о бизнесе. Его капитаны не только ждут реализации этих проектов, они готовы финансировать строительство дорог и мостов, которые нужны не только предпринимателям, но и простым людям. Но здесь есть препятствия, устаревшие и неадекватные для северных территорий законодательства. Депутат Госдумы от Ямала Владимир Пушкарев уже не первый год заявляет о необходимости изменения, не отвечающих действительности норм, которые не позволяют бизнесу финансировать строительство дорог. Мы готовились к тому моменту, что будут и разного рода вопросы, потому как не все успели разобраться. Это не так просто, потому как все же законодательная норма, она новая. Ничего подобного в районах Крайне Севера не делалось. И первым подобным проектом в арктических широтах должен стать мост через реку Пур. Это действительно уникальный опыт, когда сооружение дорог и объектов, в данном случае моста, будет за счет только средств инвесторов. И, безусловно, это очень интересно, это очень важно. Это вызывает массу вопросов, потому что это практика, которая уникальна сегодня в России. Ямал является пионером в этой части, выступает и показывает другим субъектам федерации арктической зоны. Ямал уже сейчас можно называть регионом-пионером по большинству параметров. Например, округ лидирует по инвестициям в основной капитал. По этому показателю мы уступаем только московскому супер-региону. И, как любой пионер, регион готов к новому экономическому мышлению, когда добыча углеводородов не сама цель, а база для развития отдельных кластеров производства и целой экосистемы бизнеса. Ирина Бугрим, Анатолий Шуликов. Новости Муравленко.